Указ первого президента страны Нурсултана Назарбаева подписан 5 ноября 1993 года, через два года после обретения независимости. Это было трудное время, резкий рост цен, гиперинфляция, падение уровня жизни, хаос в экономике, вызванный распадом СССР. Все мы помним слова нашего лидера, сказанные в то время. Не могу и не хочу обещать, что жизнь очень быстро изменится к лучшему. Через все это надо пройтись, тиснув зубы, с верой в завтрашний день. Но именно в это время и было принято стратегическое решение. 19 августа 1994 года на первой встрече с первыми стипендиатами Полошак глава государства сказал слова, которые до сих пор каждый из нас несет в сердце. Страна нуждается в высококвалифицированных кадрах, которым предстоит проводить в дальнейшем реформы и достойно представлять Казахстан на мировой арене. В 2006 году глава государства поставил задачу вхождения страны в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. В сентябре 2013 года всего за 7 лет наша страна достигла этой цели. В глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума мы заняли 50 место среди 148 стран. Казахстан вошел в пятерку самых динамично развивающихся экономик мира и стал страной с доходами выше среднего. В успешном решении этой задачи свою роль сыграла и программа Полошак. В 2005 году по поручению президента страны число стипендиатов увеличилось до 3000 в год. Самые достойные студенты страны получили возможность обучения за счет государства самым востребованным для умной экономики специальностям. В 2006 году глава государства поставил задачу создания нового университета, способного готовить инновационные научно-технические кадры на уровне мировых стандартов. И эта задача решена. Назарбаев университет действует уже три года. Более 200 выпускников программы Полошак работают в этом передовом Международном центре науки и инновации.